Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 12 главу послания апостола Павла к римлянам. Предыдущая глава была полна богословской рефлексии, и мысль апостола Павла была очень сложной. Там было очень много нюансов, которые требовали пристального внимания и очень напряженного размышления. И многие экзегеты считают, что с 11 главой завершается часть послания богословского характера. 12 глава будет иметь более практическое содержание, и поэтому более проста для восприятия. Потому что здесь речь идет об образе христианской жизни, и как вера, и как богословские воззрения, учения должно выражать себя в повседневной жизни христианина. Здесь апостол Павел заимствует слова из храмового обихода, из жертвоприношений. И он говорит о том, что тело человека, то есть вся личность, вся полнота бытия человека, тело, это не только плоть, а именно весь человек, должен быть принесен Богу как жертва. И здесь очень важный смысл слова «жертва» как некое возношение. Нам кажется, что жертва — это всегда некое унижение, некая боль, страдание. Но в храмовом богослужении жертва — это всегда некое возвышение. Человек возвышает свою душу, он приносит как некий дар ввысь, приносит к Богу. И пусть эта жертва будет живой, святой, благоугодной ему, приятной Богу. «Именно в этом будет состоять истинное служение Богу». «И не подражайте веку сему, но преображайте себя обновлением вашего ума, чтобы вы могли рассудить, что есть воля Божия, что благоугодна ему, в чем благо и совершенство». Здесь все более очевидным становится, что апостол Павел противопоставляет какой-то внешний культ, внешнее служение, исполнение внешних предписаний, обрядов внутреннему служению Богу. И для Бога важны не столько внешние исполнения закона, сколько преображение ума, обновление ума. То, что мы иногда называем словом «покаяние», вечное обновление ума по образу Христа, по образу того, кто создал человека. И здесь замечательная игра слов. «Не подражайте веку сему, буквально не сообразуйтесь, не адаптируйтесь, не приспосабливайтесь к стихиям мира сего, потому что они лукавы». «Век сей подвержен влияниям моды, каких-то внешних, посторонних влияний, но вы будьте свободны и независимо от этого не сообразуйтесь, но преобразуйтесь, преображайтесь». Это и есть обновление ума по образу Христа, по образу создавшего. И здесь мы видим тоже противопоставление, характерное для иудейской мысли. Есть век сей, мир сей, и князь века сего — это князь греха, князь смерти и тления. Но есть уже другой мир, это век будущий, это день Господень, то пространство, где царствует Бог. Бог даёт новую жизнь, и это новое творение, Он даёт свою радость, свою праведность, свою силу. И этот будущий век уже начался в смерти и воскресении Христа. И поэтому апостол Павел говорит, что водораздел проходит не между конкретными людьми, которые являются грешниками, а другие являются праведниками. Нет, водораздел проходит в сердце каждого человека. Отчасти мы святы, отчасти мы праведники, отчасти мы ещё пребываем во власти греха и тления. И поэтому этот процесс преображения и обновления имеет такую постоянную положительную динамику. И в той мире, в какой наш ум обновляется, мы можем видеть мир глазами Бога. И поэтому мы можем рассудить, что есть воля Бога. Воля Бога — это означает то, что Ему приятно, что Ему благоугодно. Очень часто у нас это несовпадающие понятия, но очень важно. Первое значение слова «воля» — это означает то, что Богу приятно, то, что Ему приносит радость, что является действительно добром и совершенством. И в чём же состоит истинное счастье человека, его истинная свобода — это не быть пленником века сего, но желать того, что желает для тебя Бог, находить радость в том, что приносит радость Богу. «По данной мне благодати, говорю каждому из вас, не надо мыслить о себе выше, чем должно мыслить. Но чтобы сохранить здравомыслие, о себе надо мыслить трезво, и каждому мерой пусть будет вера, которую Бог уделил ему». Те, кто принял Христа, принял весть о воскресении, должны научиться сохранять здравомыслие, не возноситься, не тщеславиться, но мыслить о себе трезво. И залог этой трезвости, источником этого здравомыслия является вера, вера как принятие вести о воскрешенном Христе, в той мере, в какой ты смог ее вместить. «Ибо как у нас в одном теле много членов, и все эти члены имеют не одинаковое значение, так и мы. Нас много, но мы одно тело во Христе, а по отдельности мы разные члены друг для друга». Итак, мы можем почувствовать, что за этими утверждениями стоит некая реальность, потому что очень часто в церковной общине возникают разделения, у каждого свои таланты, у каждого свой характер, и поэтому кто-то считает, что он лучше других, а другие хуже его. И на этой почве возникают конфликты и разделения. Кто-то не может друг с другом поделить свои служения, кто-то себя считает лучше. И апостол Павел возвращает нас к реальности, что вера нас учит, что мы все часть воскрешего Христа. Церковь — это тело, образ, который очень часто апостол Павел повторяет. И поэтому нужно видеть церковь как целая, общину как единую семью. И каждый из нас — лишь живая частичка, как орган этого тела. И точно так же, как в нашем организме каждый орган выполняет свою функцию. Также и люди очень разные по своему характеру, по своим талантам, собираются вместе для того, чтобы составить единое тело, исполняя то, к чему их предназначил Бог, созидая это тело. Дары у нас, по данной каждому из нас благодати, различны. Если у тебя дар пророчества — пророчествуй, в согласии с верой. Если дар служения — служи. Если учительство — учи. Если тебе дано утешать — утешай. Делишься с другими — делись в простоте. Начальствуешь — делай это с усердием. Оказываешь милость — делай это с весельем. Вот здесь апостол Павел перечисляет различные харизмы, различные дары и призвания, которые получают члены общины. У одних есть талант, и иногда Бог по благодати дает некие дары, которых изначально у человека не было. Дар — это всегда дар свыше, который дается Богом для исполнения конкретной миссии. Если этой общине сейчас нужны пророки, он может выбрать кого-то из членов общины и одарить его этим талантом, пока миссия не будет исполнена. И поэтому есть дар пророчества. Если ты пророчествуешь, то пророчествуй в согласии с верой. Не просто, что тебе пришло в голову, и не предавайся экстазу, экзальтации, но слушай то, что действительно Дух говорит Церкви. Именно это означает в согласии с верой, потому что, вероятно, всегда возникают и злоупотребления. И поэтому, если у тебя дар служить, то ты служи, никого не упрекая, ничего не ожидая взамен, потому что это твое призвание, и это твой талант, и источник твоего счастья. То же самое с учительством и с даром утешения. Апостол Павел очень часто употребляет это слово. Это одновременно увещевание. Утешение — это не только кому-то облегчить боль, найти слова, которые снимут эту боль, придадут силу, укрепят вере, но одновременно это те слова, которые направляют на правильный путь, если человек ошибается. Поэтому если тебе дано утешать, то ты утешай, тоже ничего не ожидая взамен. Тебе дана щедрость, пожалуйста, делись в простоте, тоже никого ни в чем не упрекая. Труднее всего начальствующим, потому что власть всегда ослепляет и легко может привести к злоупотреблению. И поэтому нужно делать с усердием, то есть всецело себя посвящая как служению. А если ты оказываешь милость, если ты занимаешься благотворительностью, то делай это с весельем. Пусть твое милосердие, твоя щедрость будет для тебя источником счастья. Любовь ваша да будет нелицемерной. То есть любовь не должна быть напоказ, не должна быть ложной, потому что особенно сейчас мы живем в век перформанса, очень важно что-то показать, может быть проявить себя с той стороны, чем ты вообще не являешься. Но очень важно, чтобы любовь была искренней. От зла отвращайтесь, к добру прилепляйтесь, в любви друг к другу будьте нежны, в почтительности друг друга опережайте, на усердии не скупитесь, духом пламенейте, Господу служите, в надежде радуйтесь, в беде будьте стойкими, в молитве постоянными, в нуждах святых участливыми, в гостеприимстве заботливыми. Эта часть почти как некий гимн, она легко ложится на музыку, и от этого эти слова увещевания становятся еще более убедительными и сильными. Действительно, зло — это то, от чего нужно просто отвернуться, не нужно вступать в сделку со злом, не нужно в нем копаться, нужно просто отвернуться и прилепиться к тому, что является добрым и благим. Любовь должна быть нежной, берегите друг друга, бережливыми. В почтительности друг друга опережайте. Апостол Павел приглашает своих учеников всегда наперед относиться друг к другу с почтением и уважением. И очень важно, что это не просто какие-то нравственные предписания, потому что современный мир уже устал от морали, это не просто какие-то законы, которые нужно исполнять, правила, по которым нужно играть, вопреки твоей собственной воле, стиснув зубы. Нет, слово Божие — это не просто слово закона, это слово освобождающее. И поэтому апостол Павел здесь выступает как свидетель. Он прекрасно знает, что все это нелегко и непросто, и в жизни бывает очень трудно быть добрым, быть щедрым, радоваться. Но само это слово Божие, оно творит реальность. Просто как только ты прислушаешься к словам апостола Павла, вдруг что-то может измениться. Действительно, мир очень сложен и непрост. Но грех и смерть, и зло, оно еще склонно омрачать наш ум. И поэтому в данном случае слово апостола Павла просто, может быть, поможет увидеть мир таким, каков он есть. Может быть, нам только кажется, что трудно быть почтительным. На самом деле это может оказаться совсем нетрудным и естественным, и радостным. Поэтому очень важно прислушаться здесь к увещеваниям апостола Павла. Гореть духом, пламенеть душой, служить Господу. Хочется сказать, что радоваться в надежде всегда больше, чем просто психологическое переживание. В нашем языке слово радость как некая психологическая эйфория, потому что радость легко сменяется огорчением и печалью. Но здесь всегда духовная радость, некое состояние бодрости, уверенности, силы бытия, которое не просто является следствием психологического благополучия, а как некий почти что эсхатологический дар. Радость — это всегда радость Святого Духа. Это синоним бодрости и силы жизни. И, естественно, упование наше, последняя надежда, то, в чем мы уверены до конца, становится для нас источником этой бодрости и радости, даже если внешние обстоятельства этому никак не способствуют. Последняя часть этой главы посвящена теме зла. А вот как быть с теми, кто нас ненавидит, кто нас преследует, гонители ваших благословляйте, благословляйте, а не проклинайте. Здесь не только вопрос о том, как вести себя с другими членами общины. Понятно, что вы части единого тела, и поэтому, если вы враждуете против своего брата, вы враждуете против самого себя, это так же, как если один орган начинает враждовать против другого органа внутри единого тела, понятно, что человек умрет. Точно так же и здесь, со своими все ясно, не нужно враждовать со своими. Но вот есть внешний мир и окружающее общество. И апостол Павел говорит, даже тех, кто вас ненавидит, не торопитесь отвечать ненавистью, потому что тем самым вы не исправите положение, наоборот, благословляйте их, то есть не ожесточайте свое сердце, как минимум. И тогда ситуация может иметь какой-то выход и решение. «Радуйтесь с тем, кто радуетесь, плачьте с тем, кто плачет». Здесь, конечно, речь идет о том, что нужно быть отзывчивым и добрым соседом не только со своими единоверцами, единоплеменниками, но и со всеми, кто оказывается рядом с тобой. «Как о равных друг о друге помышляйте, не возноситесь, но себя смиряйте, не считайте себя мудрыми, никому не воздавайте злом за зло, старайтесь сделать то, что красиво в глазах людей. Насколько это зависит от вас, со всеми людьми живите в мире. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, «Мне отмщение, аз воздам», говорит Господь». Все эти слова действительно внушают какую-то радость и силу, и уверенность, что именно такой образ жизни поможет все расставить на свои места. И действительно очень важно воспринимать брата как брата, ближнего как ближнего, не возноситься. А если у тебя соблазн считать себя выше и лучше других, то нужно себя смирять, успокаивать, не считать себя мудрее других, не воздавать злом за зло. Почему? Потому что, опять же, человек оказывается, как на гребне волны или на лезвии бритвы. Очень легко можно оказаться в пространстве суда и гнева Божия, скатиться в одну сторону, и наоборот, можно удержаться в пространстве света, благодати и милости Божией. И поэтому месть — это то, что человека может погубить. Это не означает, что вообще не должно быть никаких судов, никакого правосудия в этом мире. Нет, нужны органы правосудия. Но пусть этим занимаются судьи и те, кому это поручено, а ты сам не суди. Просто даже не входи в это пространство, не задавай себе вопросов, в чем виноват перед тобой другой человек. Передай это в руки Бога. И здесь апостол Павел следует очень древней традиции. Очень часто возникает вопрос, вот встречаются псалмы, где псалмопевец изливает какие-то проклятия, призывает к мести, просит Бога отомстить за себя тем, кто его обидел. Да, но это означает, что сам он от мести отказывается. Поэтому мне отмщение, и я с вас дам, говорит Господь, приглашая нас тоже все суды, в том числе и чашу гнева, вернуть в руки высшего судьи. Просто потому, что суд у нас отнимает мир, покой. Именно поэтому не судите, и сами вы не окажетесь в пространстве суда и гнева. «Но если голоден враг твой, накорми его, если жаждет он, напои его, ибо делая так, соберешь угли, горящие на голову его». Немножко необычный ход мысли, потому что мы можем себе принять такой образ доброты, когда даже твои враги, твои соперники, когда им трудно, когда их жизнь висит на волоске, им нужно протянуть руку помощи, их накормить, напоить, спасти их жизнь. Потому что та доброта, которую ты изливаешь на твоих врагов, если они не принимают это в ответ, если это не становится для них источником покаяния и обращения к Богу, то для них эта нераскаянность, эта ожесточенность обернется гневом Бога. Именно поэтому, говорится, соберешь угли, горящие на голову его, в том случае, если твое добро, твоя благодать не будет принято с благодарностью. Не будь побежден злом, но побеждой зло добром. Заключительный аккорд этой главы приглашает нас быть свободными от сил зла, не чтобы зло торжествовало над нами, но чтобы мы торжествовали вместе с воскресшим Христом, вместе с силами добра и света, всеми силами, которые разрушают творения и разрушают мир между людьми. На портале экзогет.ру с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. 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 Санкт-Петербурга.